Здравствуйте, уважаемые любители Гвинта! Сегодня я бы хотел продемонстрировать вам очередную колоду. Это моя собственная сборка. А рассматривать мы сегодня будем Нильфгард на лавке. Вообще, такие колоды встречаются, Нильфгард на лавке, но конкретно с такой механикой, как у меня, я не видел, по крайней мере. Итак, давайте начнём с золотых карт, как это обычно делается. Золотой набор здесь стандартный. У всех Нильфгардов на лавке, что я видел, он практически идентичный. В основном нацелен на прокрутку. Ну и, конечно, на возрождение лидера у нас здесь есть для этого Кагыр. Да, собственно, сам лавк, так как колода на нём построена. Для того, чтобы бросить противнику шпиона прокрутить колоду, у нас здесь есть Райнфарк. Ну и, собственно, в Вильги Фордс мы обычно под конец либо сжигаем Кагыра, либо какую-нибудь единичку и вытаскиваем из колоды то, что нам необходимо. Но это как повезёт. Может, конечно, и плотва прийти, в зависимости от того, удачно в нашей стороне или нет. Итак, это у нас был золотой состав. Лидер здесь Янг Ольвеет, опять же таки, для прокрутки. Что касается серебра, то серебро здесь, ну, процентов на 50 отлично от стандартных сборок Нелюгарда на лавке. Кантарелла, стандартная карта, очень её эффективно кидать при помощи Райнфарна. И плотва особенно выходит, то есть в темпе мы не проседаем, а ход противник всё-таки теряет. Асире. Колода эта выкручивается практически в ноль, поэтому под конец игры Асире очень сильно помогает. Девет. Девет иногда играет просто отлично, иногда плохо, когда вытаскивает, например, плотву или, скажем, медика, когда у противника кладбище пустое. То есть бывают неприятные моменты, но в целом карта неплохая, особенно есть Райнфарн. Можно к помощи Райнфарна его достать, будут неплохие очки. Вангемар в качестве антипогоды. Ну и под конец тоже хорошо дать 40 путку всё-таки. Так он сыграет на 16 очков. Карта довольно-таки неплохая. Ну и, конечно же, Мандрагора. Без неё никуда. Во-первых, это уничтожение Накера. Во-вторых, если есть какие-нибудь раскаченные отряды, их можно тоже уничтожить. Плюс у нас есть здесь лидер, которого можно также замандрагорить. Да, и есть плотва. То есть её тоже можно раскачать до 10. То есть очень полезная карта. Что касается бронзового состава, то механика здесь шпионская и восстановительная. То есть у нас здесь есть солдаты. Их всего три. Шпионы. Алхимик. Медик из Вековара. И разведка. И ещё есть несколько особых карт. Давайте начнём по порядку. Сама большая карта здесь рыцарь, не карта. Сама по себе даёт 12 статов. В комбинации с погонщиков её можно довольно-таки неплохо раскачать до 15 или до 18. Используя Мордрём или Мандрагора. То есть мы, допустим, выставляем рыцаря. Противник там сходил. Пусть это будет Медведь от Скеллиги. Пусть это будет тот же, скажем, Имлерих. Который вызывает всё время отряды на дури. Да, золотая карта. При помощи погонщика мы делаем силу этого рыцаря равной единичке. И убиваем один из отрядов противника. Ну, либо наносим урон. Да, с Имлерихом не очень удачный пример. Так как если поставить рыцаря, он сразу упадёт. Ну, скажем, если не Имлерих там стоит, а что-нибудь другое. Пусть это будет Туманник. Ещё не раскачанный. Его можно убрать. То есть контроль довольно-таки неплохой. А затем Мордрёмом можем этого рыцаря расключать до 18. Или у нас здесь для этих целей есть Неофит. Где он? Вот оно. С Мордрёмом. То же самое. Мы можем вылечить вот эту карту. Либо если мы играем с какими-нибудь там колодами. Например, щиты. Вот они очень сильно любят раскачивать своих. Свою дивизию Магна. Или Пятёрочки. Да. То есть при помощи вот того же Мордрёма или Мордрагора. Можно это всё дело убрать. И потом при помощи Ассеры замешать обратно в колоду. И опять-таки нанести серьёзный урон противнику. Лазутчик. Нам необходим для того, чтобы можно было создавать шпионский отряд на стороне противника. Очень хорошо эта карта заходит вместе с Пятёркой. С Бригадой Наузика. То есть при помощи Лазутчика мы создаём, скажем, шпиона на 7 единиц. И Бригаде Наузика убираем. Отличная синергия. И, соответственно, неплохие-неплохие очки с этого приходят. Бригада Наузика здесь практически никогда не бывает пустой. Потому что у нас довольно-таки много шпионов. То есть Лазутчик позволяет нам сделать одного. Есть тот же Девет. Есть Конторелла. Есть Эмиссар. Я сюда именно для этих целей его и положил. И есть ещё убийца. То есть, несмотря... Из-за того, что у нас много шпионов, никогда не бывает. Вот эта карта пустой. И, собственно, Рейнфарм тоже. Сержант Наузика нам необходим для того, чтобы избавляться от различного рода погодных неприятностей. Противники в последнее время стали часто давать погоду. Тот же Шторм Скеллиги или тот же Туман. Проливной Дождь. Его почти всегда можно ожидать в матчах с Фольтестом. Да и с Хенсертом тоже. То есть карта очень полезная. Разносчик Заразы отлично играет в комбинации с Лавком, если противник просаживается на одну карту. В последнем раунде мы играем Лавка в карту. Ну и противник тогда уже будет просаживаться на две карты. И затем, перед последним ходом, отдаём Разносчика и уничтожаем. Ну и если повезёт, то отряд какой-нибудь пожирнее. Там статов на 15, на 20. И просто замечательно заходит, если под конец остаётся. Ну и мы, естественно, выигрываем на одну или на две карты противника. Дивизия Магна. Та же прокрутка. Используем щит и усиливаем её на то, что у нас есть в руке. Это либо Рыцарь, либо тот же Лазурчик, либо Асирей, либо Конторелла. В общем, практически всегда есть на что усилить эту карту. Эти я уже две карты обсудил. Медик из Вековара иногда очень хорошо заходит. Особенно в матчах против мечников. Но иногда бывает руинит вообще всю катку. Если вот ДВТ его приносит. Или если, скажем, мы берём и используем разведку, нам с разведки приходит, скажем, медик, например, и рекрут. А все солдаты на руках. То есть, в итоге получается ход на единицу. То есть, не очень удобно. Но это, как и любая карточная игра, здесь, как говорится, как карта ляжет. То есть, бывает, бывает, что не заходит. Но, в целом, колода себя очень неплохо показывает. Так, поехали дальше. Убийца. Это контроль. И плюс тот же шпион. Чтобы бригада на УЗК не была пустой. Рекрут нам призывает солдата. Поэтому нужно стараться, чтобы вначале на руках не было трёх солдат сразу. Два это нормально. Один вообще хорошо. Если три, то необходимо одного схимить, чтобы он пустым не был. Ну и, собственно, особые карты. Их здесь три, о которых я уже рассказал. Ну что, давайте попробуем сыграть рейтинговую игру. Заходим в рейтинговый матч. И начинаем. На таком рейтинге довольно-таки сложно играть. Противники серьёзные попадаются. Ну, попробуем выиграть. Так, это, скорее всего, щиты. Либо мил. Если мил, то это очень будет проблемно для нас. Так как колода выкручивается практически в ноль. А если это щиты, то, в принципе, можно поиграть. Будем надеяться, что это щиты. Поэтому я оставлю мордрём. При помощи асераевы замешаю. Вот этот вот не будет пустым. Хотя, в принципе, я под конец выкручусь. Я думаю, мордрём можно и так замешать. Дивизию оставляю. Так. Ну, погоды, я думаю, у него нет. Можно и тут скинуть. Ну, собственно, всё. Я боюсь ещё что-то менять. Потому что может либо особая карта зайти, либо платва. Ну, давайте смотреть. Да, это щиты. Сразу уходим в плюс по статам. С плотвой играет? Ну, конечно. Здесь можно рискнуть отдать 13. И я думаю, если что, с лидером мы доберём. Ну, давайте возьмём вот этого дядю для прокрутки. Так. Ну, надеюсь, нас лидер не подведёт. Это у нас на 10 сыграет? Да. Отлично. Забрали в плюс карту. Так, ну, против них, против щитов, я думаю, лучше всего довести до конца. А в конце уже задавить. Отлично. Пришла Мандрагора. Так, что у нас там по бронзе? Погонщик, бригада, рекрут. Ну, можно выкрутиться, если рекрут придёт. Его отдать в бригаду. В принципе, неплохой будет ход. Ай, как неприятно. На рекрут остался. Ну, ладно. Если что, потом рыцаря поймут. Ну, здесь, я думаю, это бесполезно, а здесь карту можно отдать. И нужно дождаться, чтобы у него в сбросе была хотя бы одна пятёрочка, чтобы потом можно было её использовать против него самого. Вот он правильно сделал. Так, ну, здесь, в принципе, можно отдать того же погонщика. Он нам. Хотя, чтобы рука была чистой. Нет, он шпиона может химить. Давайте погонщика. Так, ну, здесь мы крутимся, если что, сосеры потом замешаем. Так, две дивизии вышло. Он скоро будет открываться. Так, если я использую вот этого дяди, он может кинуть шпиона, но будет в ровень, ему придётся добирать. Я всегда найду дяди. Продолжение следует... Но здесь можно отдавать Мадрагуру. Деваться некуда. Я надеюсь, Асиры мы встретим. Отлично. Он сейчас его откроет. Давайте, Асиры. Здесь, в принципе, можно сыграть лидера в надежде, что нам придет Асиры. Давайте попробуем. Отлично. Замешиваем себе Мандрагуру, синенькую, да, и Мордерку. Неприятный момент. У меня шестерка там в колоде лежит, а затем Девет. То есть, если я скину, значит, шестерку придет Девет. Да, не очень приятно получилось. Хотя, Девет может сыграть что-нибудь другое. У меня и рыцарь на руках. А там река вот пустой. Ну вот теперь здесь можно попробовать отдать корову. Посмотрим, как он отыгрывать будет. Так, теперь глицаря мне отдавать нельзя. Отлично. Он эту карточку отдал. Да, Девет может здесь за руином, если дивизия придет, скажем. Хотя, черт его знает. Я ведь с Асиры замешал. Колода, может быть, и поменялась после этого. Плюс он мне еще две карты замешал. Давайте рискнем. У него там Трис осталось. И еще два разведчика. Так. Ну вот, как я и говорил, пришел Девет. Ай, а лишь бы он дивизию мне не принес. Или рекрута. Ну вот здесь, естественно, нужно отдавать пятерочку. Точнее, единичку в пятерочку. Вот, теперь я отдам 12, и затем, если он снова сыграет какое-нибудь усиление, я постараюсь отдать лавка в карту. Чтобы, точнее, не в карту, а в очаровании. Чтобы утащить у него как можно больше статов. Если не получится, то придется тогда играть в карту. Но здесь, хотя, в принципе, нет, надо рисковать. Вот очарование, и надеемся, отлично. Нам пришло то, что надо, и можно даже для этого не играть. Вот, собственно, как эта колода себя показывает в таких вот матчах. Пожелаем удачи противникам. Это был у нас рейтинговый матч. Ну, давайте еще сыграем обычную партию. Может быть, попадется что-нибудь диковинное. Диковинное. Какое-нибудь вскрытие. Так, это либо алхимики, либо, как я сказал, вскрытие. В любом случае, сложный матч-ап. Так, меняем, конечно, четверочку. У нас здесь Райанфарн сидит. Хотелось... Ай, ладно. Здесь других вариантов нет. Меняем щит. Отлично. Так, хожу я первой. Давайте, с усиления. Я существую, потому что Мастер Де Хенна волнует свою душу. Ну, это отличная возможность шпиона отдать. Так, что там у меня по солдатам? Один есть в колоде. Этот ушел на дно. Мне надо, чтобы он хотя бы четверочку сейчас сыграл. О, ну, это интересная колода. Неужели восстанавливать будет? Давайте 12 отдадим. Отлично. Отлично. Теперь у нас вот этот джентльмен не пустой. У него, конечно, с медика может украсть. Но у нас есть свой медик. Если это во втором случится раунду, то здесь можно будет переиграть. Если в третьем, то плохо. Но я думаю, к тому моменту я успею его соседать вмешать себе. Так. Здесь... Здесь мне нужно создавать шпиона. Давайте его обозначим как шпиона. Я надеюсь, он его ласточкой не усилит. Своего, да, решила дать шпиона? Ну, пусть. Но здесь надо выкручиваться. И от плотвы нужно избавиться. Наверное, придется Райн Фарна играть. Так. Что нам может принести Дэвет? Погонщик рабов. Нормально. Разносчик зараза. Нормально. Эмиссар. Медик. Вот медик будет не очень хорошо. Опасно. Давайте лидера. Прокрутимся. Мы посмотрим, как он будет от единички избавляться. Он может Вильгефорца дать сейчас. Ридеры решают. Ну, пусть играет. Да, неприятно. Здесь мне деваться некуда. Хотя, если я сейчас в пас уйду, я не знаю, успеет единичка сработать или нет. Она, по-моему, в конце хода срабатывает. Или в начале. Вот я не помню. Так, ну что. Очень большая вероятность, что придет медик. Но будем надеяться на лучшее. Хотя здесь можно, в принципе, единичку сыграть. Но давайте рискнем. Вот то, о чем я говорил. Вот из всех вариантов Аси Рэй могла зайти. Погонщик мог зайти. Мне пришел медик. Погонщик мог зайти. Так, ну здесь деваться некуда. Нужно выходить в темп. Просаживаться здесь никак нельзя. Так, если притирки у него есть, то они пустые. На руках может быть Кагыр. Хотя нет, притирка, в принципе, он может поднять двоечку. Да, там у него еще есть. Или, скорее всего, ласточка. Вот. А, он двойку решает. Ведьмака. Решил выкрутить все притирки. Так, ну это отличная возможность для пасса, что я, собственно, и сделаю. Да, он решил все притирки выкрутить. Ну пусть. Так, по золоту у него остались довольно-таки сильные карты. Это, скорее всего, Кагыр. Это Вильгифорс. И Трис или Весими. А может быть и то, и другое. Так. Мандрагора может сыграть, а может и нет. Если у него ласточки остались. Ну вот это. Ну давайте. Вот этого сыграем. Так, ну отдаем погонщика, естественно. Так, ну здесь нам нужно оседать. Сире, замешаем 15 и будем надеяться, что с разведки перейдет эта карта. Можно, в принципе, и плотву замешать, но Вильгифорс может заруинить. Себе 15, а противнику Кантарелло. Здесь придется следующим ходом сжигать, как гравит Дефорсом. И смотри, какая бронза перейдет. Ведьмаки у него, по-моему, на 9 бьют, если я не ошибаюсь. Или нет. Возможно, ошибаюсь. На 10, по-моему. Рыцарь был на 12, плюс 2 брони, стал, по-моему, 4. Да, на 10. Если он ударит Вассире, будет очень хорошо, Мандрагора же идет. Так, вот это вот неприятно. Это очень неприятно. Здесь надо отдавать Вильгифорс и надеяться, что в ней придет Кантарелло. Сорокопутка, ладно. А вот Кантарелло будет плохо. Либо какая-нибудь бронза. Ну, надеюсь, у нас с Кантарелло не наверху колоды. Ну, вот это неплохо. Здесь можно, в принципе, лавка отдать. Казни у него нет. Я просто не хочу Мандрагору ему показывать, так как он может нанести сейчас Ведьмаку урон. К тому же лавку тоже Асире. И, наверное, в 12 будем нагреть лавку. Давайте до 25 его увеличим. Вот это был хороший ход. Хороший. И, слава богу, мне не пришла... Кантарелло. Я как-то забыл, что там Вильгифорс. Так, но здесь в любом случае я спалю с Мандрагора. Ну, давайте рыцаря сыграем. Делать-то нечего. Если там какое-то золото, то это плохо. А если там Ведьмак, то хорошо. Ну, у него осталась Мандрагора, и это снова выигрыш. Здесь повезло. Здесь действительно повезло. Вот противник молодец, спалил мне лавка Вильгифорс. Потому что я забыл, что у него Вильгифорс. Но, тем не менее, у него тоже рука была замусорена. И нам повезло. Ну, вот, собственно, и всё. Очередная сборка фановая. И при помощи этой сборки я взял 21-й ранг. Ну, и вот попал в топ-100. Как видите, я на 43-м месте в мире. А в Северной Америке, собственно, я живу в Канаде. Я в данный момент на 4-м. Дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр. Если интересно, то подписывайтесь на канал. И в дальнейшем, надеюсь, ещё выложу видео, когда уже выйдет Homecoming. Там будет масса всяких изменений. Не знаю насчёт ProLeader, откроется он или нет. Разные слухи ходят. Кто-то говорит, что откроется, кто-то говорит, что нет. Одни говорят, что будет две версии Гвинта. То есть, здесь непонятно. Но, в любом случае, у вас есть ещё полмесяца для того, чтобы взять 21-й ранг. Эта колода себя хорошо показывает. Так что, играйте и спасибо огромное за просмотр.